Мне тут передали передачку из Краснодара с дарами. Это целый пакет растений. Здесь должны быть корешки всякие, всякого разного. Там лилейники, ирисы. А тут какие-то вкусняшечки. Я, насколько помню... А, это сушёный инжир. О, как это я люблю и уважаю. И орехи. Фундук. Прекрасно вообще. Просто прекрасно. Сейчас я разверну всё это, сложу в ящички. Вот отсюда уберу это. Это я купила обрабатывать вольер ёлкины кофе от комаров. А то там что-то полетели опять с лихорадкой западного Нила комары. А в светофоре у нас сейчас вот эти штуки продаются очень дёшево. То есть не как в магазинах по 300 рублей, а по-моему, по 100 с чем-то. Вот. И вот такие клёвые ящики продаются сейчас в светофоре у нас. Дырчатые. Я в них, наверное, буду мох на зиму заготавливать. Ладно. Сейчас я всё разверну и посмотрим. Так. Вот. Это всё очень интересно. Вот это ирисы. Корневища ирисов. Причём это ирисы какие-то маленькие. Карликовые ирисы из среднего размера. Надо их чуть-чуть подсушить, которые в пакетах были. Вот они даже корешки начали. А может не надо, если корешки начали. Вот. Здесь тоже в пакете ирисы. Побольше. Но тоже небольшие. Очень мне нравятся. Вот здесь какие-то вообще крошечные. Класс. Это на горочку. Прям отлично. Вот тут три пакетика. А здесь, как я понимаю, большие ирисы. Вот тут подписано. Белый. Смайл. Фест. Чего-то там. Смайл-фест. Это я потом расшифрую. И надо отобрать здесь лилейники. С лилейниками вроде всё тоже хорошо. Надо просто их быстренько пристроить. Почистить. Подсушить листья, наверное, надо. Вот. Тут. Искупать в каком-нибудь фунгициде. Да, судя по корешкам, это именно лилейники. Ничего с ними не случилось. Вон, корешки пускают. Главное, чтобы они не подумали, что сейчас весна. И не решили заколоситься. Тоже лилейник. Что-то там интересное всякое. Вот. Вот такое огромное количество ирисов. У меня прям этот год ирисов. Мне из Белоруссии привезли и подарили. Огромное количество корней. Светлана мне сажала, помогала. Вот. Она же привезла от подруги. И вот теперь из Краснодара. От Татьяны. Вот просто спасибо ей огромное за такое сокровище. Частично я посажу как раз перед совешней. Там, где у меня сейчас ёлочки я сажала. А частично надо ещё думать, куда это прям... Чтобы они перезимовали. Ну, вот такое сокровище. Тут даже ещё какой-то суккулентик. Спасибо огромное. Вот. Такие маленькие ирисы. Маленькие я как раз перед совешней и посажу. Вот это на горочку. Ну, в разные места. А вот это вот... Это, по-моему, какой-то садовый гибискус. Мне интересно, что это за палочки. Это инжир, может быть? Ещё укоренится. Ну, тут, по-моему, почек нет живых на нём. Вот. В общем, буду пристраивать это всё. Сейчас я на ночь это всё куда-то устрою. Потом будем думать. Вот. Такие вот сокровища. Спасибо. Сова, привет! Тут этот... Химнадзор или как это? Сейчас мы тебе обеспечим тут защиту от комариков. Защита от комаров, клещей и мошки. Чтобы не кусали. Запах есть, да. Да, сова! А то вдруг... Будем туда собрабатывать всех. Надо, наверное, вообще вот так вот, чтобы хорошенечко... Да, привет! Фу! Фу! Да, Ёль, лети туда! А ты чё опять гуся утром бывала куда-то? Вот сюда как раз дерево впитает. Ну, и вот так вот можно сделать. Ой, надо виноград этот подвесить. Он уже... Кхм-кхм... Куда-то не туда идёт. Фу! Фу-фу-фу! Я думаю, здесь не будет комаров, Ёль. Ага. Поэтому ещё кофе побрызгаю. Не ходи пока туда, ладно? У-у-у! Ну да. Кушать не будут. Хочешь, на лапки ещё брызнем. Не лети туда, Ёль! Нет! Давай-ка отсюда пока. У-у-у! Иди туда садись. На качельке иди. Иди-иди. Вот, всё, молодец. Там сидит. У-у-у! Я пойду у кофе побрызгаю. Не нравится, как пахнет. Но это нужно, сова. Вот. Теперь пойдём к кофе. Фу-ху! Ты снова к машине? А? Снова с машинкой? Обрабатывать от комаров сейчас нужно, потому что опять участились вспышки лихорадки западного Нила, от которой погибла моя ястребиха Сильва на работе. Ну, то есть у нас на работе в аэропорту почти все птицы погибли. Пять ястребов. Там только самец один остался жив. Вот. А все наши птицы тогда погибли. Это было, по-моему, в 20-м году, если я не ошибаюсь, или в 19-м, или в 20-м летом. Да, кофе? Сейчас я тебе здесь... Ой! Пенёчек. Все. Можно стол. И вот здесь что-нибудь набрызгаем. пока тоже туда не ходи, ладно? Пока постою здесь, чтобы там проветрилось. Вот. И лихорадка западного Нила передаётся с укусами комаров, людям в том числе. Ну, люди её переносят примерно как гриб. В принципе, ничего такого особенного. Хотя у моей коллеги сестра в больнице в реанимации лежала с этим заболеванием. Она с лошадьми занимается. Вот. А вакцину от этой лихорадки вообще мы потом добывали из Германии через знакомых лошадиную. Потому что для людей вакцины нет, для птиц тем более. Вот. Мария Маркина смотрела, как она действует на совах. И мы потом кололи всех своих сов, как раз вот ёлка здесь первое лето проводила. Всем кололи на следующее лето. Получается, это позапрошлое было лето. Прошлым летом вроде всё тихо было, ничего. Ну, птичий гриб только где-то ходил. А вот в этом опять... Ну, про птиц я пока ничего не слышала. Есть ли у птиц случаи заражения. Но тогда это, конечно, было жутко. В питомнике вот у Петра, откуда ёлка, собственно, очень много птиц погибло. Особенно кричетов. Очень много балобанов от сокола. Бородатые неясыти много у кого погибли. Вот у Андрея Загоринского, например, у него была бородатая неясыть. Вот. Они... Просто есть птицы, у которых вообще нет иммунитета против этого вируса. А есть, которые, в принципе, нормально всё это переносят. Вот. В общем, надеюсь, всё это обойдёт нас стороной. Очень надеюсь. Но на всякий случай всё-таки я буду обрабатывать от комаров. всё, кофе там нам сейчас проветрилось. Ну да, уже так неплохо. Давай. Ну-ну. Да ладно, ладно. Чего ты? Не обижайся. Я сейчас ещё ужин принесу. Будешь ужинать. Да? Всё нормально. Так что... На всякий случай. Сидишь? Держи. Ужин. Комары приходили? У-у-у. Ну, на самом деле нет. Я вот не вижу у тебя комаров. У-у-у. Стою, никого нет. Да? Всё. У-у-у! У-гу! Чем гусь-то провинился, скажи, пожалуйста. Что он натворил? Ну ладно, давай. У-у-у! Да-да, зато сегодня вот подушку эту не роняла. Давай, спокойной ночи.